Войны Отца и Сына и Святого Духа. По просьбе трудящихся, как говорят, я работаю в интернете очень много. 14-16 часов в среднем. Наш есть сайт, форум, в Майл.ру, живой журнал. И поэтому люди частенько обращаются с вопросами, с разных сторон, иногда сбудят. И вот сейчас на выступление Нерзорова Александра Глебовича стали просить прокомментировать. Это будет у нас 11-я уже встреча. И она называется так. Что такое верующий человек? Вообще-то, я гляжу, Нерзоров берется абсолютно за все вопросы. Иногда люди даже не понимают, о чем спрашивал кто-то. Но тут, кажется, вопрос понятный, а вот он-то как раз и непонятный. И вопрос он отвечает, как он понимает. А понимает так, как среда накладывает на человека, который отвечает. Бытие определяет сознание. Вот жил в этой среде, значит, такое. У меня другое. Здесь все решает вера и неверие. И вот он говорит, что такое верующий человек? Нет определения. Как нет определения? У кого нет определения? Вопрос. То есть он заходит с позиции верующего человека. И мы не знаем, какое определение дать верующему. Очень даже простое. Живой и мертвый. Вот и определение. Апостол Павел говорит так. И нас, мертвых, под преступлением оживотворил. Посадил на небесах. Киписянам 2.5. В притче Христос говорит о блудном сыне. Когда отец встречает ее, говорит, сын мой был мертв и ожил. То есть поверил, вернулся. Пропадал и нашелся. То есть между пропащим бомжем в тайге, в песках, затерянным, и тем, кто сидит за царским застольем. Вот что такое верующий. Верующий, то есть это наследник царя. Говорить так, что я не знаю, как, или извращать понятия верующих, но это никуда не годится. Александр говорит, это просто вы занимаетесь ничем не прикрытым шарлатанством. Если меня спросят о ботеистах, я должен ответить абсолютно четко. Вы называете книги, редкие, пытаетесь то ли удивить людей. Они же ничего этого не запоминают. Из уважения к своим слушателям, ну постарайтесь знать им попонятнее. Латыни не пугайте их, как Лесков говорит. В Греции был такой обычай. Когда начинался диспут, то кто за этим смотрел, скажем так, третейский судья, он спрашивал, с кем вы будете беседовать. Допустим, меня спрашивают сейчас, с кем вы будете беседовать. Я сказал, я беседую с атеистом, как он себя называет. А что такое атеизм? Это означает, что человек воюет против Бога. А против Тео. Но в большинстве людей это те, которые отрицают, что есть что-то высшее, какой-то разум. Они признают, что все произошло путем эволюции, доходят до совершенства, можно бороться за нравственность. И после этого он должен спросить вас, он правильно говорит об вашем религиозном или безрелигиозном состоянии упования? Вы должны сказать, да так. Теперь вас спрашивают. Вы должны ответить, как я понимаю, мое понятие. У вас понятие мое, вот и нет никакого. У меня много-много, сотни были диспутов с баптистами, с коммунистами, с кришнаитами, с ивановцами, с адвентистами. Ну 50 лет напряженной работы. И когда спрашивают, кто такие баптисты, я отвечаю, это люди, христиане, для которых вот эта Библия, она в 66 книг только канонически является законом. Очень искренние люди верят в загробную жизнь, в вечное мучение, в вечную радость, в искупительную жертву Христа, что каждый должен лично принять Христа, лично уверовать, поверить в голговскую жертву, в кровь его. Но они не крестят детей, у них нет икон, они не верят, что за гробом умершему можно помочь молитвами. Но они тоже самый символ веры имеют, что и мы. Веруют во Святую Троицу, веруют в то, что будет второе пришествие Христа. Теперь спрашивают баптиста, он правильно говорит о вас? Да так. А он обо мне, он начинает говорить православные, они вот имеют символ веры, нехео цареградский, веру в единого Бога Отца. Но различие от того, что они крестят в детском состоянии детей, а мы только взрослые, кто сознательно принял Христа. Ну и далее православные допускают войну, их благословляют на это, они соблюдают посты. Кроме Писания у них есть священное предание, которое они ставят иногда рядом, равным с Писанием. И вот теперь меня спрашивают, вам правильно говорить? Я говорю, да правильно. Вот теперь беседуйте. Вас нет рядом, и я не могу вас спрашивать. Но судя по вашим словам, что вы где выступаете, я вижу, что вы о верующих абсолютно ничего не знаете. Знаете, есть такое слово, злоба отнимает разум, помутняет рассудок. Вот у вас это прямо сквозит в каждом слове. Не то, что пренебрежение, а даже о Христе, зная, кто Он такой, которому поклоняются 2000 лет миллиарды, не миллионы, миллиарды людей. И те, которые признавали Христа величайшие умы, умы, такие как Иоанн Златоуст, апостол Павел и вы. А это вот существо, то есть вы безумствуете. И безумие это никак не может быть на пользу вам, вашим слушателям. Я отвечаю, кто такие атеисты? Атеисты не верят в загробную жизнь. Умер, ничего нет. Был злой ты или добр, разницы нет. И память сотрется в веках. Вы же не можете этого отрицать. А относительно того, кто такой верующий, я прослушал уже несколько раз, прежде чем начать давать какие-то комментарии. Поясняю. Как отличить верующего от неверующего? Верующий это антипод неверующего. И наоборот. Почему верующие требуют трепетного отношения к своим чувствам? Не знаю. Я никогда этого не требовал. Мне 73 года. Я знаю, что я изгой. Как патриарх Алексей II говорил, нас считали за людей второго сорта. А он дальше доверяет. Да хорошо, если бы считали вторым сортом. Нас никем не считали. Мне Бог дал знания, я учусь. Сдаю на одни пятерки, ни одной четверки в университет. Меня везде выгоняют. С любого курса. Я тоже живу в атеистическом государстве. За атеизмом бездна ада. И жизнь на этой земле превращенная в ад. 70 лет мы жили в ГУЛАГе. Я бы был не тем. Это дяди, три дяди погибших на фронте были бы со мной. Я все должен самоуком постигать. Кто такие верующие? Матфея 5.14. Слушайте внимательно. Как я вас слушаю. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Верующие отличаются абсолютно во всем. Я служил в армии, в морфлоте, в ракетных частях. Про вас говорят, что вы откосили от армии. Не мне это судить. Но я рожден был с военным характером. Люблю порядок. Добровольно записывался в Алжире воевать. У меня характер такой именно. Тогда, когда я еще не знал Евангелие. И вы свет мира. Но в душе я знал, что есть Бог. И меня везде выделяли. Я не пью, не курю. За женщин не волнуюсь. Не матерюсь. То есть резко выделялся даже там, где я находился. В подводном флоте, в ракетных войсках. Там набирали, как раз-то, элитные войска были. И там все время меня отмечали. И отмечали там награждениями разными. Как я несу службу. Уже отличаются. И они отвечали, да, вот, конечно, плохо. Я беседую с первым секретарем, допустим, горкома. И он говорит, какую бы вы пользу принесли нашей стране, если были неверующие. Зачем вам это нужно? То есть они меня видели враги. А мы не знаем, кто мы есть. Мы знаем, кто мы есть. Матфея 5,16. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы не знаете, кто такая мать Тереза, лауреат Нобелевской премии, или что она лицемерит. Но у вас найдется не ушат грязи, а море. И сказать и на нее. Дура, албанка или что-нибудь еще. Зачем вы это делаете? Вы про Альберта Швейстера знаете прекрасно. Лауреат Нобелевской премии тоже. Специально поступает в медицинский институт, заканчивается, чтобы работать с прокаженными. О которых говорите, ну если они такие верующие, пусть они целуют в губы. Нет, нужны целовать в губы. Он посвящает себя полностью. Про священник, как Ольба вы не знаете, который отдает свой знак другому в фашистском лагере, а сам идет священник в газовую камеру. У вас как будто полное, абсолютное отсутствие понятия о совести. И у вас такая мрачность на лице написана, вот это искажение в чертах лица. Вы же не такой были. Вспоминает вас друг. Я говорю это не со зла, потому что я все время молюсь о вас. Я не могу по-другому говорить, как только желаю, чтобы вы были другими. Кто такие верующие? Не знаете? Послушайте Ефесянам 4 глава 20-32 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем, и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, но обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, в предних роди, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злореща со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог Христе простил вас. Вот характеристика верующего человека. Если православное не знает, так это вина. В первую очередь священникам, которые они учили. И вы тут совершенно правы. Они не учат народ. Я священникам знаю, как говорится, не понаслышке. И чтобы те, которые учат, единицы. Да это еще и не вся беда, что они не учат. Они стоят на пути тем, кто проповедует. Они клевещут, лгут. Вот мы ездим по селам, с каждым домом дарим Евангелие. И они вызывают милицию, натравливают. Нас называют там и эговисты, как угодно. И шпионами. Они идут на что угодно. Но и они, это продукт атеизма вашего. Все эти попы. Во втором послании Тимофея 3.2 апостол Павел говорит, Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, несчастивы, недружелюбны. А где это? У верующих или неверующих? Всюду такие есть. Но в сотни раз больше это, конечно, у неверующих. У верующих есть исповедь. У верующих есть молитва. Как Яв Златоуст говорит. 1 Петра 5.5 Так же и младшие. Повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Примите это и к себе. Не гордитесь. Эти знания в один день Бог отнимет, вы дорогу не найдете, как Маргарет Тэщер, до туалета даже. Вы знаете, какие болезни по сильве Рейгана. А верующие в старости сочные, плодовитые и свежие. И память не оскудевает. И не надо оправдывать, что курите, потому что табак полезен, а вот синильная кислота там в бумаге, это глупости несусветные. И поэтому вы все на смарку ведете. Вы такой полезный. Вам Бог дал этот дар бесстрашия. Но бесстрашия в определенных рамках. Вы почему-то не едете в Судан, не едете в Саудовскую Аравию, проповедовать о том, что нет никакого Бога. Попробуйте себя, испытайте. А я и там буду проповедовать. Я был в мусульманских странах. Свидетельствовал о Боге. Я скажу, что у меня есть там друзья. Я им говорю, Христос спаситель мира. Они говорят, пророк. Я показывал вам книгу, том. Вот я полностью, полностью разбираю весь Коран, пасурам и аятам. Открытым оком 18 том. В сравнении с Библией. Только в сравнении с Библией. Далее. Неверующие как живут? Вот разница. Что мы говорим о неверующих? А кто такие верующие? Это наоборот. То есть в них не должно быть. Это я говорю, теоретизирую. Многие не такие. Они как бессловесные животные, водимые природою. Рожденные на уловлении и истреблении. Злословят то, чего не понимают. И в расслении своем истребятся. Это полностью относится к атеистам. И особенно это относится к тем, кто дает уроки атеизма. Это проклятые перед Богом люди. За каждую погубленную душу придется отвечать, как Вольтеру. Вам нужно остановиться сейчас. Хотя бы на какое-то время. Как у католиков. Хотя бы на неделю. Скройтесь, нигде не появляйтесь. В определенной обстановке, чуждой вашему дому. Без этих мертвецов, без скелетов. Без этой атрибутики бесовской. Вот. И вы говорите, Христа называете существом. Он от этого не страдает. Про него еще говорили, что от блуда рождены. Мы не от прелюбаяния рождены. Что с силой князя Бесовского он действует. На него не повлияло. Вы знаете, мы считали, что был такой герой Смердякова в братьях Карамазовых. Можно еще раз просчитать для памяти. Очень хорошо экранизировано. Верующих нет. Они не могут гору сдвинуть. Ну, кто знает. Может в пустыне один, а может два. Над ним даже Федор Карамазов насмехается. Ты думаешь есть? Думаю есть. Вот эта Смердяковщина, она буквально разит из вас. Притом в каждом слове. Это ясно, что встаете без молитвы. Без молитвы ложитесь. Без контроля над собою. В семейной жизни это невозможно жить с таким характером. Не знаю даже. Надо быть тигрицей, чтобы вытерпеть этот такой характер желчный. Матфея 17.20 вы берете. Что вот они не могут сдвинуть гору в другом месте. А вы понимаете, что это означает? Христос нигде горы не двигал сам. А у Лескова есть рассказ о том, как и гора сдвинулась. Есть житие святого Марка Фращевского. Когда к нему Серапион кое-как добрался, то он беседует с ними. Это житие говорит об этом. С ним он говорит, а как у вас там есть такая вера, чтобы горы могла сдвигать? Серапион говорит, и вдруг я услышал грохот. Он обернулся из скала, двинулась и пошла. Он посмотрел и говорит, скала, вернись на место. Я не говорил двигаться, я просто прочитал из Евангелия. Горы это значит греха горы, не только эти горы, которые мы видим. У вас нет возможности прочитать толкование Иоанна Златоуста, Блаженного Феофилахта. Тогда выходит, веры вообще никого на земле не было. И зачем их горы сдвигать? Они стоят на месте. Господь говорил здесь и в аллегорической форме. Не думаю, есть такие препятствия, которые перед верующим могут устоять. Не могут. Я в своей жизни испытывал это многократно в своей жизни. Совершенно невозможно. Даже органы КГБ приезжают на дом и спрашивают у жены. И он вернулся живой? Как говорится, с Галер вернулся, да, милость в Кесаре. То есть мой Бог царь, он возвращает жизнь. Вот дальше вы говорите здесь, что кресты ставят без согласования. Как бы в коммуналке надо же иметь, чтобы все согласны были. Вы правы. Эти кресты не нужны совершенно. И для чего они ставят крестопоклонные кресты около каждой деревни? И пилят. Да никакой нужды нету. Совершенно никакой. Никто их не повелевал ставить. Крест это крест страдания. Крест поношения. Даже вот поносите, и я страдаю. Как вы Бога не боитесь? Как вы на суд Божий предстаньте? Как перед честными людьми явитесь? Я страдаю. Это мой крест. Страдания за вас. Конкретно. А сколько у меня в жизни страданий было? Это ни на одного человека бы хватило. Так. Вы говорите, что дело имеем здесь не с верой, а с идеологией. Абсолютно верно. Никакой идеологии Бог не оставлял. Это патриархия все натянула. И когда вы говорите, что патриархия не может дня прожить без мирских властей, вы абсолютно правы. Они должны деньги вам платить за ваши выступления. Римминам 1 от 26. Кто такие безбожники? И напротив их верующие стоят. Потому что Бог предал их постыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам. И получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Если вы скажете, а что, у верующих этого нет? Тоже есть. Но не в такой мере. Это уже однозначно. Ну, аварии, бывает, делают люди и трезвые. Правильно. Но статистика говорит, что на дороге, допустим, полпроцента пьяных. Но 50% аварий падает на них. Их надо в Сингапур. Там очень хорошо лечат. 20 ударов розгами. Когда кожа по сторонам летит. Да к нашим, может быть, тем, которые развращают людей, давно уже пора испытать это на себе. Как это будет? Вот сказали что-то. Не так. Совратили человека. Человек ушел в мир. Вы же за этим не смотрите. Вам сведения не поступают. Я однажды слышал такое. Один пастор, видимо, не православный. Я считал это на другом языке. Пропобедовал в одном лагере. Или в тюрьме. За убийство. И когда он выступил, один подошел с человеком и говорит, а я нахожусь здесь по вашей рекомендации. Как так? Да я же... Да вот именно так. Вы меня сюда посадили в тюрьму. Я был молод. Мне было 14 лет. Учительница говорила, какой поганый фильм это «Искушение Христа». Скоррезе. Ну, к примеру я говорю. Но я увидел, как вы туда заходите. Я решил пойти посмотреть. Я решил быть подобным главному герою. Там убивали и прочее. И вот я теперь нахожусь здесь. Поэтому вы даже не задумывайтесь, какие плоды уже вырастают там, где люди слушают вас. А благодаря интернету это очень далеко. И смертный ваш час страшен. Он не описуем никем и вами не представляем. Поэтому, как верующий человек, я желаю, чтобы вы прекратили вот такое огульное охаивание всего святого. Библии и Христа вообще не касайтесь. Считайте трагедией, что у вас нет веры. Ее не было у вас никогда. Это вы просто показываете. Ну, а это может неожесточение. Может, вас наняли, дали программу, заплатили. Я это не знаю. Но что за вами кто-то стоит и позволяет это делать, ну, это уже всем понятно, кто слышит. Потому что сам по себе человек, он не выдержит этого накала, вот этой ярости, с которой вы говорите. Вас кошмарные сны замучают. Это я вам говорю как верующие. Вы войдите в интернет, вы можете зайти даже в гугл, или поставьте два слова Игнатия Лапкину в сайт. И там моя биография, или на форум. Посмотрите. И вы уже тогда скажете, верующие или не верующие. Вот о вас я абсолютно точно говорю, что вы не верующие. А вы обо мне будете сомневаться. Но доказательств никаких нет, что я не верующий. То есть, почему вы определяете, что я не верующий, если брали любые, там обманы. В моей биографии ничего этого нет. Я абсолютно стопроцентный фанатик. Я верю во Христа всем умом, всей душой, всей крепостью, всем разумением моим. И поэтому ваши обвинения в адрес кого-то, может они и справедливы, но я вам и не оппонент даже, а просто поясняю. Все.